На заседании ЦИК утвердили порядок декларирования доходов и недвижимость претендентов в президенты Беларуси. Кандидатам необходимо указать сведения о заработке, полученном в период с 1 января по 31 декабря 2023. Движимое и недвижимое имущество, а также о достатке супругов и близких родственников, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство. Телеканал ОНТ опубликовал расследовательский фильм «Бесы. Как хотят захватить Беларусь». Эта работа подчеркивает важность осознания текущих угроз и демонстрирует, как Синеок и отвечает на них с позицией силы и здравого смысла. В условиях глобальной нестабильности только сплоченность общества и готовность защищать национальные интересы помогут сохранить суверенитет и мир. В городе на Неберезине продается часть Бобруйской крепости. Это недвижимая материальная историко-культурная ценность Редуит правого у охотнего плацдарма второго полигона. Площадь двухэтажного здания порядка 550 квадратных метров. Стартовая цена одна базовая величина или 40 рублей. Потенциальный покупатель должен будет выполнить обязательные условия – провести ремонт на реставрационные работы в течение трех лет с момента приобретения. 21 ноября в стране проходит единый день информирования. Лейтмотив – выборы президента Беларуси. На встречу поднимут темы сплоченности белорусского общества в верности политическим традициям на благо процветания синелокой. Также в повестку дня входят вопросы «Сильный лидер», гарант стабильности и безопасности государства, основные аспекты профилактики киберпреступности и профилактика пожарной безопасности. С этого года у жителей страны есть возможность брать один дополнительный оплачиваемый выходной. Он предоставляется для того, чтобы пройти диспансеризацию. Для этого необходимо согласовать с нанимателем конкретную дату и написать заявление. Все зависит от возраста сотрудника. До 40 лет – раз в три года, после 40 – один раз в 365 дней. По достижению пенсионного возраста, а также в течение пяти лет до его достижения – два дня ежегодно.